Здоровки, Амиго! Погнали посмотрим видосичек! Что? А вы думали у вас в голове порядок сам по себе, да? Если б не я, вы вообще в психушке, между прочим, уже давно были. А, ну да, зразь. Добро пожаловать в наш научно-исследовательский дурдом по изучению продуктов жизнедеятельности и коллективного хозяйства. Рубрика комменты. Иван Катов. Доктор, если ты каждую самоделку будешь приваривать к столу, то через полгода у тебя будет многофункциональный стол-мультитул. Мультистол. А это, между прочим, идея. Джек Хич. Доктор, верни номера на стену и всю атрибутику, а то, как в больнице. Терпение, господа, все в процессе. Ра-9. Если доктор переехал в новый гараж, то у меня в мозге евроремонт не только... Евро... У тебя евро-двушка, понимаешь, со вторым этажом в голове. Да-да. Если доктор переехал в новый гараж, то у меня в мозге евроремонт не только евроремонт, но и своя собственная уборщица. Ну а мы начинаем начинать и начнем, конечно же, с насущных вопросов, таких как оголение проводов, которые совершенно не дают покоя нашим дорогим самодельщикам. Блядь, пожалуйста, ну нет. Опять? Снова? Снова? Да шо ж, неужели у людей такие проблемы с тем, чтобы очищать провода? Ну, настолько такая проблема. Блядь, ну это еще хуже даже той самоделки, просто саморезы. Ну, это же даже странно, даже комментировать даже, я не знаю. У меня всегда возникал внутренний вопрос, когда я смотрел такое. Нахуя усложнять то, что может быть предельно простым. Провод, канцелярский нож. Да, да. Ой, ну кстати, вот эта штука хороша. Вот эта штука прям хороша, которая у нее в руках. Прям я, я познал ее прям буквально слишком в таком взрослом сознательном возрасте. Я такой, вау. Как же это охрененно. Если анализом, то практически в каждом строительном магазине можно купить вот такой вот нехитрый прибор, который стоит совершенно недорого, между прочим. И показывая те трюки, которые он может совершить, можно приписать такое название, которое не снилось даже в страшном сне. Особенно, знаете, удобно, когда кабеля тянешь какие-нибудь там. Кабельщики часто этим пользуются. По интернету очень удобно делать. Блин, вообще, ну прикольная штука на самом деле. Не снилось даже в страшном сне. Может быть, самоделки это не ваши? Ну а мы продолжаем продолжать, потому что сами себя самоделки не обосрут. Кризис идей. Данное явление неизбежно настигает даже таких фаворитов, как Полулях и Мистер Санни. А что делать во время кризиса идей? Правильно. Повторяй самоделки, которые ты уже сделал. Какая хуй разница, все равно никто нихуя не помнит, кроме меня. Самым стойким в этом деле оказался Александр Полулях. 10 августа 2017 года. Это устройство легко открутит все, что не откручивается. 4,5 миллиона просмотров. В сегодняшнем видеоролике попробуем сделать еще один интересный и очень полезный инструмент, который пригодится вам для откручивания гаек, болтов и шурупов. Гайка, ребята, пошла. Без никакого усилия. Что за фалос у него в руках? Что это за фалос реально? Что это? Извините просто, что это? Гайка, ребята, пошла. Без никакого усилия. 23 июля 2020 года. Крутая самоделка из бендикса от стартера. Мистер Санни и его Интерестинг Хоми Мадия Тулс 13 декабря 2019 года. Мы же такую хуйню уже видели для проделывания дырок в листах. И это полная шляпа. Это продолжают делать? Серьезно? 100 декабря 2019 года. И вот уже буквально 9 августа 2020-го Нью Дью Инвеншн. Не прошло и года, и уже Нью. Ну мы же видели эту хрень уже подобную. Не работает это так. Как говорится, найдите 10 отличий. Ну чё, в принципе, достаточно удобненько. Повторяя себе в течение года каждый раз одно и то же с минимальными изменениями. И пипл схавает, куда он денется. По сути, ничего нового, поскольку всё это мы уже давным-давно обозревали и испытывали. И тот, кто захочет, обязательно найдёт это всё в наших ранних выпусках. Однако печальная картина. С такими темпами нам скоро вообще нечего будет обсирать. Ну мы что-нибудь обязательно придумаем. Ну а мы в свою очередь переходим... Да, да, я не понимаю. Это другое. Тут пружинка, а там нет. Это уже другое. Это уже улучшенная самоделка. Это да. Вообще нечего будет обсирать. Ну мы что-нибудь обязательно придумаем. Ну а мы в свою очередь переходим безотлагательно к чему-нибудь гораздо более существенному и волнующему нас сейчас. Огромное количество моих дорогих телезрителей прислало мне следующий видосик, который вы сейчас буквально посмотрите, и наверняка у большинства возник вопрос, а на самом ли деле такой трюк можно провернуть? Давайте скорее разбираться. Так. Так. Вы, наверное, удивитесь. Подожди, подожди, подожди. Возник вопрос, а на самом ли деле такой трюк можно провернуть? Ща, подожди. А так можно было? Давайте скорее разбираться. Так, любопытно. Нет, это и вправду любопытно. Вы, наверное, удивитесь, но на самом деле, к примеру, в Пакистане восстановление... Не удивлюсь, смотрел ролики про то, как восстанавливают в Пакистане эти, какой аккумулятор, видел, видел это дело. Аккумуляторов – это целая индустрия, в которой трудится огромное количество людей. Аккумулятор – вещь крайне полезная. Практически мультитул. В ночной поездке, между прочим, вовремя выкинув данный источник питания в окно собственного автомобиля, можно простимулировать электрическую активность любителя китайского ксенона, проезжающего мимо. И, в конце концов, ничто так хорошо не располагает к размышлениям на дне водоема о том, что брать взаймы и не отдавать обратно. Плохой жизненный кредит так же хорошо, как ваш свинцовый друг, надежно закрепленный на вашей ноге. Но сейчас не об этом. Все, что нам теперь необходимо – это форма, при помощи которой мы будем восстанавливать нашу плюсовую клемму. Но здесь есть одно небольшое «но». Необходимо знать угол усеченного конуса. Кстати, если вы вдруг не знали, то клеммы имеют не цилиндрическую форму, а форму усеченного конуса. При вершине конус обычно имеет угол в пределах 2,5-3 градусов, а значит, что уклон составляет 1,3 или 1,5 градуса. Короче говоря, идем к станку. И точим специальную баланку. А, хуй там, надо ж отрезать. Вот, теперь к станку. Наша незамысловатая форма для литья готова. Теперь время плавить свинец. В качестве материала будем использовать ту же самую клемму, которую только что я отпилил. Ну а для перестраховки, чтобы точно хватило материала. Прямо как сейчас вспоминаю, как из этого свинца, помню, аккумуляторы тырили, из этого свинца кастеты плавили. Ох уж... Ох уж это... Веселое детство. Для того, чтобы наша клемма припаялась наверняка, свинец, несмотря на то, что уже расплавлен, его все равно нужно как следует прогреть. Тогда он сможет расплавить тот свинец, который торчит из тела аккумулятора и сплавится как следует. Самое главное, никакой воды. Потому что свинец и вода – взрывоопасная смесь. Ещё раз. Запомните это. Это факт. Это факт. Потому что свинец и вода – взрывоопасная смесь. Ээээ, как вам? Ай да я. Ай да молодец. Ну и теперь, конечно же, испытание на прочность, которое мы будем проводить не металлическим молотком, потому что отломать можно даже здоровую клемму. В качестве инструмента будем использовать киянку. Ну слушай, в принципе, я видел аккумуляторы с раздроченными вот этими клеммами и… Ничего не отваливается. Как вы понимаете, трюк вполне себе рабочий и провернуть его может практически каждый при минимуме инструментов. Из этого следует, что лайфхак настолько далеко не полная хуйня, что не требует даже замеров полная хуйня метром. Ну а мы двигаемся дальше. Не, ну прикольно. Я, кстати, об этом даже не задумывался. Серьёзно, даже не задумывался, что так можно было бы. Поэтому я удивился, что так можно было. Правда? Так правда можно было? Потому что я реально видел раздроченные вот такие аккумуляторы. Дорогие рукоблуды продолжают изобретать то, что уже давным-давно изобретено, и на этот раз это съёмник для подшипников. Играет музыка. На самом деле, снять подшипник можно было с легкостью и без какого-либо съемника, поскольку вы прекрасно все видели, что в детали есть отверстие. Но простая, на первый взгляд, задача превращается в настоящий рак мозгов, когда речь заходит за глухое посадочное место. Для таких задач существуют специальные цанговые съемники различных диаметров под различные подшипники. Но, как вы понимаете, данный набор инструментов далеко не каждому доступен по цене, и учитывая тот факт, что анкер сам по себе конструктивно очень похож на данные съемники, то вполне можно предположить, что трюк очень даже рабочий. Но есть одно небольшое но. Говняный одноразовый металл, который, конечно же, абсолютно не подразумевает многократного использования, но испытания покажут. На самом деле, большинство подшипников имеют внутренний диаметр 8, 10, 12, 14, 16 и так далее миллиметров. То есть, как вы понимаете, цифра всегда четная. И очень удобно, все анкеры тоже имеют четную цифру диаметра. Конструкция анкера в видосе и у меня в руке немножко отличается, поскольку в моем случае на конце имеется гайка, а в случае с видосом там болт, который вручивается в конус. Но это никак не помешает нашим испытаниям, разве что немножко изменится конструкция. Приступим. Глаза! Собственно говоря, испытуемый, с подшипником, у которого внутренний диаметр 12 и 12-й анкер. Приступаем к испытаниям. Итак, проблема номер один. Клин у анкера выступает далеко за тело самого анкера, что мешает его установить как следует за борта подшипников. Сейчас попробуем сделать некоторые улучшайзинги, если... Ну, слушай, это... Это прям, мне кажется... Прям для людей, которые прям сами делают часто у себя в гараже. Там, возможно, и нету на инструменты, в чем я очень сильно сомневаюсь. Я даже не знаю, ну, нужна бы ли такая вещь? Ну, полезен ли этот лайфхак вообще в принципе? Если они помогут, то хорошо, а если нет, то вы сами знаете, что. Дуполь 2. К моему огромному сожалению, самоделка полная хуйня, поскольку она требует соблюдения массы условий, при которых она будет эффективна. Во-первых, подобное повебение удастся достать подшипник только из тела со сквозной посадкой, поскольку конус упирается в стенку. Второе. Я не это имел в виду. Прочность тела самого анкера тоже оставляет желать лучшего, поскольку вы прекрасно видели, как его пока наёбило. И третье. В отличие от полноценных заводских цанговых съёмников, здесь не предусмотрено абсолютно никаких грани, которые бы позволяли притянуть его как следует подшипнику, чтобы этот ёбаный съёмник не выскакивал. Короче, можешь смело вздрочнуться этой фигнёй, да? Ну-ка. Вот это я понимаю подход к решению вопроса. Не-не-не, лучший инструмент. Просто я уже увидел эффективность инструмента. Но опять же, это настолько... Ну, блин, я понимаю людей, которым реально обломно покупать инструменты ради вот какого-то такого нечто подобного случая. И зачастую с такой проблемой могут в мастерскую обратиться просто. Вот это я понимаю подход к решению вопроса. И всё это благодаря тому, что цанга изготовлена из инструментальной стали, подразумевающей многократное использование. Плюс ко всему, если присмотреться, у цанги можно увидеть специальную отбортовку, за пределы которой ничего не торчит, что, конечно же, позволяет подъезжать к стене впритык и цепляться за подшипник без каких-либо проблем. Самоделка, конечно же, полная хуйня, и она сосёт и причмокивает у нормального инструмента. К сожалению, у меня на сегодня всё. С вами был доктор Дью. Вы знаете, что делать. Присылайте ссылки на херовые самоделки. Чат, ну нормально. Можно позаимствовать у знакомого. Блин. Вот честно, у меня много знакомых, которые действительно тоже занимаются починкой, там в автомастерских работают. И то не у каждого второго может быть такое быть. Проще загнать машину и там сделать. Нет, конечно, есть люди, которые сами кропотливо, например, в машинах ковыряются. Я, к примеру, не из тех людей. Потому что я понимаю, что я где-то в косячью, и мне проще заехать в мастерскую. Ну, сделайте, и главное-главное только понимать, что у тебя там хотя бы. Чтобы тебя, ну, просто банально на бабло не огрели. А так, да. Зачастую мне нужны такие знакомые друзья хорошие, потому что я с ними могу посоветоваться. И они мне точно скажут, что у меня там сделано. Ну, либо вместе как-то чиним, делаем. Экономя. И вас там расплатишься всегда. А с другой стороны, это хорошо, когда у тебя есть такой друг, который шарит и разбирается. Или знакомый. Ладно. Что я могу сказать? Вряд ли кто-то такое будет делать, но инструмент, который... У которого доктор, он действительно куда лучше будет, чем вот это вот поебенье. Это видно не вооруженным глазом. Что ж, ребята, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, кто не подписан. И увидимся в следующем видеоролике. Всем пока-пока.